Итак, друзья, всем привет! Сегодня у нас не обзор, сегодня у нас будет разбор вот этого жесткого диска. Он уже вышел давно из строя, какая-то с ним есть неполадка, поэтому было принято решение его разобрать и заодно показать вам, что в нём находится. На ютубе мне редко встречаются клипы такой направленности, поэтому я решил добавить чуть-чуть своего творчества. Ну что же, всем приятного просмотра, погнали! Чтобы разобрать жёсткий диск, нам нужно отвинтить вот эти 6 винтов. Здесь нужен будет шестигранник определённого типа. И вуаля! Один раз, господа, у моего друга накрылся жёсткий диск, и мы решили сделать невероятное. Мы взяли жёсткий диск-донор, переставили в него блины, и думали, что... Хе-хе, какие мы были наивные! Мы думали, что он запустится, но, увы, господа, увы, он не запустился у нас. Поэтому, если у кого-нибудь возникнет такое желание поменять блины местами, знайте, что у вас ничего не получится. Во-первых, комната, в которой всё это должно производиться, должна быть абсолютно стерильная, пыли никакой не должно быть. А во-вторых, у вас просто не хватит знаний. Об этом всём вы не сможете сделать его... Вы не сможете его воскресить. Так, ну вот здесь где-то... Вот здесь вот болтик стоит ещё один. Вот он. Вот, кручиваем. И получаем доступ к содержимому жёсткого диска. Такая вот прочная, очень прочная. Железка, крышка. Опа. Опа. А это чё такое? Чё это такое? Господа, если вы знаете, чё это такое, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что ни разу вот такой ерунды мне не попадалось. Вот, смотрите. Почему я говорю про стерильную комнату? Если вам будет видно, жёсткий диск уже весь в пыли. Вот эти вот мельчайшие такие штучки, которые пальцами, и вот если вы будете его протирать пальцами, то он будет оставлять отпечатки пальцев. Что на диск тоже, как бы, влияет не очень способом. Так же, если вы будете его ронять, мне попадались блины вот такие, у которых здесь вот по окружности было очень много царапин. Царапины в основном бывают из-за этой иглы, которая падает на жёсткий диск, который крутится на огромной скорости и буквально царапает его. Ну вот, не будем грустным. Давайте снимаем плоду. Так же откручиваем. Всё приходится делать вручную. Я до сих пор не могу себе купить хороший шуруповёрт. Вот, жаба давит, как говорится. Хотя, они стоят уже недорого. Плата основная. Процессор. Ничего не пахнет, ничего не горело. Один раз у меня жёсткий диск. Не взорвался, но пошёл из него дым. Поэтому чужие жёсткие диски БУ-шные, старайтесь не подключать к своему железу. Так, вот здесь находятся очень серьёзные магниты. Я так думаю, наверное, неодимые. Сейчас так это тоже уберём. Здесь, нет, не здесь. Так, ещё вот это вот открутим. Я его ни разу не разбирал. Вот этот вот. Так, это просто отрывём. Как снять иголку? Давайте вот этот тоже. А, другую надо ещё-чуть. Так, а вот ещё один. Нет, нет, походу его всё-таки разбирали. Уже его покоцали. О, нашёл битву. Поэтому, если не знаете, как разбирать эти вещи, чтобы потом его собрать, у вас ничего не получится. Даже вот если теоретически взять рабочий жёсткий диск, вот вы его сняли, крышку с него разобрали, сняли иголку. И всё, обратно, в этой же последовательности собрали, он у вас уже не будет работать. Почему? Не знаю. Это тайна корпорации Microsoft. Наверное. Так, ну, мне этот бугинь не нужен, поэтому я его смело ляпаю руками. Напишите в комментариях ещё, кто разбирал подобные жёсткие диски, для чего вы использовали вот эти блины зеркальные. Ну, кроме как для красоты под лобовое стекло, куда его ещё можно применить. Вот эффекта. Вот эффект с маслом. Да, его всё-таки уже разбирали. Головки сорваны. Я с трудом достаю на гранит. Вот. А здесь один блин. Блин с маслом. Бывают два блина. Попарно вот так, как они стоят. Вот такая вот. Красивая зеркальная поверхность. Кстати говоря, если вы захотите его бросить в стену дома, я вам не советую. В противном случае он раскладывается на тысячи-тысячи мелких кусочков, которые разлетятся по всей комнате. Вроде бы, как стекло. Ну да ладно. Электромотор. Но у меня нету блока питания лишнего на 12 вольт, поэтому данный мотор мне как бы ни к чему. Использовать мне его, собственно, некуда. Ну, просто откручиваем всё, что откручивается. Всё, что можно открутить. Ограничитель иглы. Иголочка почему-то здесь. Не такая, как везде. А вот эта вот почему-то штука не достается. Ого. Добавляем ножницы. Достанем. Вот так выглядит иголка. Вот здесь где-то на ней стоит. Специальное оборудование, которое всё запишется. Ладно, нам это тоже не интересно. Магнит довольно крепкий. Так что вот, друзья. Коробочка эта мне не нужна. Мы её откладываем в сторону. Всё, эти болтики все, наверное, я выброшу. Мне они тоже не нужны. А вот что это такое? Честно сказать, я такое как раз вижу. Шо это? Не пахнет. Странная коробочка. Ничего подобного мне никогда не встречалось. Напишите, пожалуйста, что это за штука. Ну вот, собственно, и всё, друзья. Такой вот маленький разбор жёсткого диска. Спасибо вам, что вы посмотрели мой клип до конца. Пишите в комментариях, для чего можно использовать этот блин. Ну а с вами был я, Фёдор. Если вам понравилась эта маленькая видеозапись, ставьте пальцы кверху, подписывайтесь на мой канал, комментируйте клип. Ну и всё. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok